В минувшее воскресенье работники многих предприятий Волгоградской области отметили свой профессиональный праздник – День химика. Одно из торжественных мероприятий прошло на Волжском шинном заводе. Работников предприятия поздравил заместитель председателя регионального парламента Анатолий Бакулин. Подробности в материале Екатерины Краваевой. Волжский шинный – одно из важнейших предприятий регионального химкомплекса. Завод входит в пятерку самых крупных налогоплательщиков города. В 60-е годы на только что построенное предприятие съехались лучшие специалисты со всех уголков Советского Союза. Сейчас дело прославленных шинников продолжают их дети и внуки, отметил вице-спикер регионального парламента, поздравляя сотрудников завода с Днем химика. Именно корректив, сегодняшний корректив этого предприятия, он дает нам право на то, что у нас будет самое современное предприятие. Потому что сюда будут должны и обязаны идти инвестиции. Здесь должно начать работать новое предприятие, новые современные технологии. Конечно, отметил Анатолий Бакулин, волжскому шиному, как и другим предприятиям химкомплекса региона, требуется модернизация и техническое перевооружение. Необходимая законодательная база для решения поставленных задач есть. Парламентариями региона в первом чтении принят проект областного закона о развитии промышленности на территории Волгоградской области. Кроме того, в регионе действует долгосрочная целевая программа, рассчитанная на 2013-2020 годы. В ее рамках на модернизацию производства и приобретение оборудования в нынешнем году из областного бюджета предусмотрено 50 миллионов рублей. Мы очень плотно работаем со всеми предприятиями, мы очень плотно работаем со всеми коллективами, мы реагируем незамедлительно на каждое их предложение. И то, что они сегодня имеют такое законодательство, которое они показывают своим инвесторам, что сегодня здесь может быть модернизация, потому что они обеспечены льготами. У нас есть хороший закон об инвестициях, и мы всячески будем поддерживать любое предприятие, у нас химия где-то процентов 30 составляет, которые сегодня работают по инвестиционным проектам. Лучших сотрудников шинного завода наградили благодарственными письмами и почетными грамотами Волгоградской областной думы. А подарком для всего коллектива стал праздничный концерт. Екатерина Караваева, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».